Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас финальные пустые баночки года и, наверное, всё-таки я разобью это видео на две части, потому что иначе видео получится часа на полтора, мне кажется. Потому что банок много и я думаю, что ещё, наверное, что-то доложится как раз и уже вторую часть я прям под Новый год вам выдам. Так, давайте, значит, в этот раз без категорий я решила, то есть уходы лицом, за телом, да, то есть буду доставать прям в хаотичном порядке, то есть вот как есть и как лежит, так и буду доставать. Первое, что попадается, зубная паста Президент, отбеливающая для курящих. Мы хоть и не курящие, но я очень люблю крепкий чай, я его пью часто, много, и, соответственно, кто такой же чайман, а уж кофеманам туда же, да, дорога, соответственно, да, потому что вот такие пасты, они вот очень хорошо снимают налёт. Я в восторге осталась от этой пасты. Единственное но, если вот я пользовалась ей как-то что-то на постоянной основе, то есть её бы надо бы как-то курсами, там недели по две или сколько, и появилась чувствительность зубов. То есть вот с этим аккуратно, да, потому что она достаточно, ну, она не абразивная, конечно, но вот как бы вот такой момент я заметила, что спустя вот практически полный тюбик у меня появилась небольшая чувствительность зубов, к сожалению, поэтому надо аккуратно пользоваться такими вещами. Шампунь. Бренд By Nature. Я, если честно, не помню, откуда он. Я его достала из своих старых каких-то запасов, то есть там было полфлакона, я думаю, ну, надо же добить, и заодно вам рассказать. Хороший шампунь, он бессульфатный, то есть это вот натуральный, он типа вот на вот этих вот мыльных орехах, да, или как это называется правильно? А, с экстрактом мыльного дерева, да, вот. Написано, что подходит для ежедневного использования, да, но единственное, что им нельзя, ну, собственно, не то, что нельзя, а просто неэффективно будет мыть голову, если вы активно пользуетесь какими-то укладочными средствами, то есть пенками, лаками, да, гелем каким-то для волос, то есть он просто тупо это не смоет, то есть это вот просто базовое, да, такое ежедневное очищение, если вы каждый день моете голову, то есть если волосы сильно грязные, его не хватит, мне кажется, даже если два раза помыть, его просто не хватит, то есть это вот просто такое на базовое очищение, на что-то экстра он не подойдет, а так штучка хорошая. Беленда, апельсиновый сахарный скраб, вот такой, отлично, мне понравилось, единственное, но к нему, да, пахает, цитрусом приятненько, с сахаром все отлично, но великоват расход, это, конечно, штучка бюджетная, но я что-то как-то люблю более экономичные средства на самом деле, а так, в принципе, претензий к нему не одной, но вот кроме расхода, вот расход, да, к сожалению. Queen Helen маска мятный жулип, уже я вам такую показывала, отличная маска, глубоко-глубоко очищающая, то есть вот она прям вот такая вот зеленого цвета, и пахнет как паста, которой пользуются стоматологи, да, то есть вот наверняка, знаете, если кто слепки делал когда-то себе, да, на зубы, вот, вот один в один, я и каждый раз, когда делала эту маску, я прям вспоминала каждый раз эту пасту, плюс я еще когда-то работала в стоматологии, у меня это прям вот ассоциация почему-то только с этим, но паста, хотел сказать, маска отличная, всем рекомендую, покупала на iHerb, стоит она недорого, поэтому обратите внимание. Духи Нивея. Покупала не у нас, покупала в Вене когда-то, в прошлом году, получается, да, когда была. Классический аромат Нивея, да, я помню, я его увидела и сразу побежала с ним на кассу, потому что вот, ну, блин, у нас это не продается, и я прям очень хотела, и, собственно, вот как раз, ну, почти год мне его хватило, да, я им, конечно, пользуюсь не каждый день, но, тем не менее, да, это прям, да, это прям Нивея, вот крем Нивея, классический синий, обалденные духи, если в Европе где-нибудь вижу, я думаю, что я повторю, потому что мне очень понравилось, иногда хочется прям вот этого вот аромата на себе. Фиксирующий спрей Wet n Wild, заказывала на Wildberries, спрей хороший, единственное, что крупновато само вот это распыление, немножко плюется, и что-то как-то он у меня очень быстро закончился, то есть, видимо, как раз за счет вот этой, именно вот такого распыления, да, которое, ну, не очень, мягко говоря, может быть, из-за этого, не знаю, но закончился очень быстро, и, наверное, повторять не буду, потому что есть фиксирующий спрей, который хватает на дольше. Влажные салфетки Day Spa, так, для снятия водостойкого макияжа, из улыбки радуги салфетки, снимают хорошо, но больше брать не буду, они адово щиплют глаза, просто адово, то есть, не советую. Ватные диски обычно не показываю, но вот здесь покажу вот такие ватные пафы, они, соответственно, квадратные, они большие, и вы вот одним таким ватным пафом можете, я не знаю, мне кажется, целиком просто и лицо, и шею, и декольте, и руки, все просто протереть, потому что они обалденные, то есть, да, они получаются на выходе чуть дороже, чем обычные ватные диски, но в улыбке радуги все равно недорого получается, поэтому обратите внимание, вот такой вот бренд. Так, Nivea увлажняющая маска, вот эти маски-минутки, которые, нормальная маска, базовая увлажняющая, но они для сухой кожи, нет, то есть, мне хватало увлажнения, но у меня кожа ни разу не сухая, для сухой кожи не хватит, вот, и близко не хватит, то есть, даже мне иногда, вот зимой хочется чего-то посильнее, то есть, а это вот на молодую кожу отлично зайдет, на жирную кожу отлично зайдет, да, что когда хочется какого-то увлажнения, но на сухую, нет, не хватит, даже близко не хватит. Вот эта отличная штучка, мне нравится, тоже из старых запасов откопала, добила, Clinique, увлажняющая, ночная маска, собственно говоря, ночная маска, вот такая отличная штука, мне очень нравится, вот это, я думаю, что даже для сухой кожи подойдет, то есть, ничего прям хардкор и увлажнения она не даст, но даже для сухой кожи, я думаю, что будет хорошо, советую. Дальше, Duhim, Dior Addict, господи, ничего не видно, все, отсвечивает, сугубо зимний аромат, я вставлю картиночку, да, с нотами, да, что это такое, это у меня серия именно парфюм, ой, тоже, наверное, года с 16-го, три зимы добивала, и вот сейчас вот за ноябрь тоже у меня было, прям вот капелюшечка, я добила, тяжелые, то есть только зима, конечно, весной, летом, нет, ну, задохнетесь, и все окружающие туда же. Влажные салфетки, это, по-моему, из L'Etoile, нормальные влажные салфетки, для снятия макияжа, глаза не щипали, норм. Так, масло Amla, вот такое, но, собственно, вот, вот так вот выглядела, бутылочка, чуть-чуть осталось зеленое, вам показать оставила. Покупала еще, года два назад в Эмиратах, отличное масло, то есть как масляное обертывание перед мытьем, да, то есть, соответственно, на уже вымытые волосы не пойдет, а, соответственно, вот такую масляную масочку сделать, и потом волосы, конечно, да, шелк, это вот просто, единственное, аккуратно блондиночкам, да, потому что Amla может немножечко цвет волос корректировать в темную сторону, да, то есть я знаю, что у меня вот девочки сталкивались, поэтому, кто блондинки, прям аккуратно вот с этим. тушь Сифара, вот такая, тушь хорошая, но это щетка, но это недоразумение, вот посмотрите, какая она куция, она прям вот, ну вот совсем, то есть мега короткие щетки, она сама по себе мега маленькая, и причем же, и вроде же эффект хороший, но с ней надо так намаяться, то есть, вот, все из возюкаете верхнее и нижнее веко, то есть она жирная, она такая прям, ух, ресницы отличные, шикарные с ней, но как же к ней, с ней надо просто вот воландаться, это называется танцы с бубнами, но есть туши лучше, просто вот, которые дают такой же эффект, без таких вот, заморочек, ну, кому интересно попробовать, может кто-то любит маленькие щетки, просто, да, соответственно, пожалуйста, я думаю, что точно понравится, мне вот как не зашло, именно сама форма, Эвелин, 3 минуты, ультра быстрый, крем для депиляции, ну, не 3 минуты, конечно, вот, но крем хороший, то есть, ну, мне все равно, вот от Эвеля нравится больше серия, которая с манго, вот она такая же, только оранжевая, вот, вот она хорошая, но это тоже неплохая, в принципе, имеет место быть, то есть, продается в подружке, стоит недорого, отлично, к молодому человеку закончился шампунь, шаумо для мужчин, ну, у него, в принципе, реакция на все шампуни одна, мол, он у меня не вызвал перхоти, значит, хорошо, то есть, этот перхоти не вызвал, все хорошо с ним, то есть, пах, он тоже достаточно, классический мужской аромат, то есть, ничего такого, ну, шаумо и шаумо, как-то, норм, но перхоти действительно не вызвал, что хорошо, еще влажные салфетки, Dolce Milk, вот такие, тут мятый шоколад, неплохие салфетки, но с макияжем, так, на троечку, то есть, ничего не могу сказать по этому поводу, на тоже Сибирик, и тоже из старых запасов, белое масло для тела, вот такое, масло отличное, хорошо увлажняло, хорошо, приятно пахнет, чем пахнет, не скажу, я не знаю, что конкретно из этого пахнет, то что здесь и можжевельник, и мороженка, и облепих, и шалфи, то есть, здесь много чего, как бы, да, что конкретно дает аромат, не скажу, но приятный, он не навязчивый абсолютно, то есть, все хорошо с ним, расход небольшой, и его хорошо с каким-то, может быть, массажером, да, для тела использовать, потому что оно тогда лучше впитывается, потому что так жирновато, да, и, конечно, это только на ночь, это вообще ни разу не утренний вариант, то есть, потом одеваться, особенно какие-нибудь там тесные брюки или джинсы, не влезете просто. Дальше, спрей для термозащиты, Constant Delight, неплохая термозащитка, тоже из старых запасов и достала, облегчает расчесывание, немножко волосы увлажняет, ну, и просто, да, температуру фена защищает, то есть, я с волосами особо ничего не делаю, но за счет того, что мне сделан кератин, я их после мытья сушу, ну, вот, кстати говоря, я вчера помыла голову, да, я не сушила, я запрела себе просто косички, и, собственно, как вот это выглядит, да, в таком вот виде, мне что-то было так лень, с феном возиться, и, в общем, ну, такие чуть волнушки, пусть будет, а так, то есть, если после мытья, то есть, на сырые волосы все это наносишь, и феном я прохожусь, и у меня волосы прям шелк, то есть, отлично, дальше, сибирская, так, закальни, а, талас из Сибирика, тоже от натуры Сибирики, обертывание, тепло, холод, так, у меня должно быть здесь еще, по идее, одно, если в этом видео найдут, я вам покажу, такое же, только холодное, вот это мне конкретно, полбанки мне отдала подруга, она говорит, я не могу им пользоваться, я с него мерзну, меня прям трясет, что я могу сказать, если вы плохо переносите холод, ну, наверное, да, то есть, мне вот конкретно вот это, оно чуть-чуть прохладное было, то есть, прямо вот совсем, потому что второе у меня было из этой же серии, ледяное, и вот оно прям ледяное, то есть, оно прям вот реально сидеть под одеялом и трястись от холода, вот действительно, вот это нет, то есть, если боитесь с ледяного, можно попробовать начать вот с этого, но тоже, опять же, да, как переносите. Я обертывания такие люблю в контексте, потому что хорошо снимает отечность, то есть у меня есть небольшие проблемы, да, с отечностью на ногах, и вот такие штуки я люблю, они мне помогают. Дальше, много раз вам показывала, брала в поездке матирующий флюид, это Listern Cosmetics, вот так, такой бренд, он конкретно идет для жирной кожи, то есть он двухфазный, вы его взбалтываете, соответственно, то есть, а то пудра как бы на дне остается, да, а так нужно все это в однородную массу перемешать. Отлично, то есть на жирную кожу это можно даже как уход на лето, да, то есть без последующего крема какого-то, и этого будет достаточно. Штука отличная, матирует отлично, пахнет немножко, ну не травами, я даже не знаю, ну специфически немножко аромат, но он на лице не остается, не ощущается, поэтому можно смело брать, то есть у кого жирная кожа, у кого проблемная кожа, девочки, обратите внимание, штучка отличная, ну, кстати, мальчикам тоже можно, да, то есть если есть проблема, да, с воспалениями на лице, вот такая штука будет отличным. Biomagic Macadamia Oil Hair Mask, маска для волос, отличная маска, мне очень понравилась, покупала в Питере в магазине Watsons, очень крутая маска, небольшой расход, помпа очень удобна, мне понравилась, стоила она что-то совсем недорого, и как бы за такое качество она могла, в принципе, стоить и дороже, то есть если, ну, просто я не знаю, я кроме Watsons'а нигде этот бренд не видела, если есть доступ, да, к магазину или где-то просто увидите, вот берите, даже не сомневайтесь. Единственное, да, что если волосы сами по себе, да, вот какие-то склонны к жирности, наносить прям вот совсем вот на кончики, да, потому что она может немножко утяжелить. Я наносила прямо аж вот так вот под корни, и мне нормально, то есть у меня волосы хорошо это переносят, но у кого вот есть проблемы с жирностью, те аккуратно. Так, масло для кутикулы, витамины, на самом деле не очень я его заценила, оно как-то очень быстро загустело, немножко химозно пахло, ну, в общем, для кутикулы, я думаю, можно найти что-то получше, то есть им просто пользоваться было неудобно, потому что оно вот какое-то очень загустевшее все время было. Деоника, дезодорант из лупки радуги, очень мне понравился, я прям заценила, у меня просто улыбки радуги в доступе вот рядом с домом нету, то есть я не всегда могу ее купить, вот, но как только я на дачу еду, я обязательно так, улыбка радуги, мы идем, обязательно заходим. Отличный дезодорант, и на лето его хватает, то есть на жару, пожалуйста, то есть отличная штука, советую, здесь у меня конкретно антибактериальный эффект, но там много разная, большая линейка, вот, поэтому все хорошо с ней. Выкидываю, у меня поломалась бритва, значит, у меня совсем головка отвалилась, но это Винус, да, снэп, который вот в этом, в чехольчике дорожном. То есть, ну, выкидываю, просто хотела вам показать. Давно пользовалась уже она себя изжила. Бальзамчик и Фраше, Скорите, ну, классический бальзам, и Фрашевский, все с ним хорошо, вкусный запах, ну, да, отлично, то есть к нему вообще претензий нет, и Фраше бальзамы люблю, беру и буду брать, отлично работают. Ой, вот это мой фаворит просто, прям советую, просто вот, обязательно. Лила Космик, это тушь, белорусский бренд Лила, я так понимаю, да, наверное. Вот такая щетка, пластиковая, не натуральная, не люблю натуральные щетки. Она вообще называется объем-длина-разделение, и да, она и длину, и разделяет, и вот ресницы, прям вау. То есть, вот прям моя строгая рекомендация, то есть, у кого есть доступ к бренду, прям покупайте, даже не сомневайтесь. Бюджетный бренд Белоруссия, то есть, вообще отлично. Миксит скраб для губ, лица и шеи. Очень-очень мягкий скраб, приятный пах, он типа с яблоком. Насчет губ, ну не знаю, я на губы люблю больше что-то такое пожестче, я его даже попробовала на губы. Но для лица и шеи вполне, более чем, очень мягенько, мягенько вот именно полирует, то есть, никакого там хардкорного, да, как многие любят, да, скраба нет. Но такой можно, и на чувствительную кожу можно, то есть, ничего не будет, потому что, вот, не травмирующие частички, то есть, даже кожа с куперозом можно вполне. А вот это будет сейчас просто трэш. Инстадива я вам показывала, скраб, шиммеринг бодискраб, кофе, орган, органа и кокос. Заказывала на Wildberries, да, так он стоит там что-то 1800, я там рублей за 300 заказала. Я вам вставлю кусок именно, как это у меня было, когда я его нанесла на себя в ванне, да, то есть, я на кусочке кожи просто покажу, но смысл в чем? То есть, он действительно золотой, то есть, сейчас вот я, так насколько будет видно, да, вот, чтобы свет падал, то есть, все переливается, но обычно такие скрабы как работают, да, то есть, вы их смыли, да, и вот такое очень красивое сияние, то есть, на лето, ноги, да, чтобы было вот это все, все красиво. А вот здесь вы его не смойте, то есть, вы просто золотая бронзовая богиня, простите, практически. То есть, вот на видео вы, наверное, видите, но это трэш. Оно не смывается, и смысл в том, что мне, чтобы его смыть, мне пришлось еще другим своим скрабом, соляным, вот это все просто надраить кожу, потому что оно не смывалось, и потом пришлось мыть в ванну, потому что после других скрабов у меня такого нет, то есть, ты сполоснул, там все частички улетели, да, там кофейные, и все норм. Но вот это, это трэш, это просто капец, и я никому не советую, то есть, а почему он еще столько стоит, я не знаю, ну, на Велберис, понятно, там скидки всегда, окей, а по полной цене, ну, это нет, вообще нет ни разу, просто нет. Дальше, что у нас здесь, Фаберлик, жидкое мыло, витамания с маракуй и карамболой. Обожаю Фаберлик, обожаю мыло Фаберлик, а вот это с маракуй, это просто очень вкусно, то есть, вот тропический такой аромат. Уже заказала я немножко другие мыльцы от Фаберлик, но только для разнообразия, да, в распаковке покажу. Мыло Фаберлик, рекомендую, недорого, экономичные, ручки не сушат и пахнут просто обалденно. А вот добрались как раз до второго обертывания, вот, ледяное дренажное как раз. Вот оно как раз мне понравилось больше, потому что оно и отечность вот эту лучше убирало, и как-то кожа после него лучше, ну, я в принципе вот больше холодовые, скажем так, мероприятия, да, переношу лучше, чем теплые. То есть, вот это было, которое контрастное, да, вот такое, сейчас я в сравнении вам показать. И вот специально оставила, вот, а это прям немножко голубое вот такое было, то есть, и оно тоже, оно прям пахнет холодом, очень приятно пахнет, то есть, мне очень понравилось. То есть, вот это тепло-холод повторять точно не буду, потому что оно как-то вот ни нормального, ни тепла не дает, но мне его особо нельзя, и холода не дает, а вот это ледяное, прям пятерочка, очень круто. Скраб для тела, лимонник на сахаре, это бабка Агафья, классическая. Здесь чуть-чуть оставила вам текстурку показать. То есть, вот, такой как джем какой-то, как варенье какое-то, я даже... Пахнет приятно, вот, но это не скраб, это вот хорошо, просто вот как чуть-чуть полирующий гель для душа можно использовать, то есть, про какое-то скрабирование здесь вообще и речи нету. Но за свои деньги приятно, я вот вместо геля для душа люблю такими штуками пользоваться, мне нравится. Так, пропеллер, чащая полоска для носа, неплохие полосочки, вот у меня одна штучку я использовала из набора, неплохие более чем то, что вот Тони Молли вот яичные, я вам показывала, были хуже, а вот эти вот приятные и дешевле, кстати. Дальше, вот это хохма. В покупках во Вьетнаме, да, косметических, я вам показывала, да, что я там купила корейский, ну, там типа блеск, да, для губ, но нормально, и типа то, что они называют румяном. Ну, думаю, ну, я возьму как Тони, но тестера не было, я взяла запечатанное. То есть цвет красивый, но ни пальцами, ни кисточкой вы ничего не можете с этим сделать, то есть вот оно просто как будто по пластику елозишь, то есть вот я сейчас буду прям тереть, тереть, тереть. А у меня на пальце, у меня на пальце есть блески, да, потому что я красилась здесь вот от макияжа, собственно, от моего. То есть вот просто, да, то есть по идее должен быть там фиолетовый цвет какой-то, да, что-то такое, то есть. Нету цвета, его нету, то есть я уже и влажными кистями, и сухими кистями, и пальцами, оно просто, то есть оно просто дубовое, то есть вот как будто реально пластик, я не знаю, что это такое. Я, соответственно, это выкидываю, то есть я единственное, что надо что-ли погулять, что это за бред просто был, то есть я не поняла просто. Так, это коллагеновые эти патчи, господи, да, из Таиланда папа мне привозил. Наборчик, вот у меня тут вот одни в пакете завалялись, да, пустая банка. Отличные патчи вот в этих упаковках, то есть если где-то видите, вот именно в таких пачках, вот они отличные. То есть уже сколько я пробовала, и из Китая тоже мне девочки дарили, которые алиэкспрессовские типа, да, какие-то. Вот почему-то в таких пачках они отличные, то есть просто огонь. Пудра Стеллари. Ну вот она закончилась, да. У меня была, значит, увлажняющая компактная. У меня была в оттенке слоновая кость. Вот так. Что с этой пудрой? Она пылит не так, конечно, как пупа. Пупа, да, то есть вот они у меня две закончились. Какие претензии, собственно, да? Это у нас вот такая люминес серия, которая, да, пупа. Пупа пылит нещадно, эта пылит, ну, окей, пережить можно, хорошо. Эту видно на лице, эту не видно, но к ней другая претензия. Она, ну, то есть ее надо наслоить, конечно, да, то есть в принципе, наверное, для закрепления, может быть, тоналки оно и пойдет. Но у меня на эту пудру почти ничего не ложилось в плане, там, румяна сухие, скульптор сухой. То есть оно просто не ложится. То есть либо это пятна какие-то, либо просто, то есть ты кисточкой елозишь, а у тебя ничего, никакого. То есть причем мои все старые продукты, да, которые, то есть они уже проверены уже годами практически, да, и они не ложатся. То есть что это с ней, я не знаю. То есть не советую ни ту, ни другую, соответственно, вот, были и были, повторять я не буду. Дальше. Омега. Омега-3 я вам показывала сайхерба. В заказе. Вот я их пропила, вот эту банку. Регулярно пью. Сейчас у меня такая не омега, а типа то, что из акулы, короче, с акульным жиром типа того. Вот посмотрим, как бы. Но омега пью регулярно, в принципе, потому что, ну, полезно, да, это надо нам всем. Соответственно, Now Foods хороший бренд, то есть намного дешевле, чем в Москве или, ну, в России, в принципе, да, покупать. Отлично. На ахерби очень рекомендую вот эти штучки. Не конкретно, можно не обязательно вот этот. У них там очень много вариаций, поэтому можно подобрать себе и по кошельку, соответственно, да, и по дозировке. У молодого человека закончился баттер, вот такой туттифрути. Он был, по-моему, грейпфрут и помело, да. Пах просто бомбический, то есть он такой густой, вот он тут накануне практически все вышкреп. Ему очень понравилось, то есть у него кожа очень сухая. Для меня это, конечно, перебор, то есть я такими жирненькими не могу, вот. Но ему очень понравилось, то есть он прямо в восторге остался, даже я не ожидала, мягко говоря. При том, что, ну, фруктовый запах, ну, типа, не мужской, да, скажем так. Но он был в восторге, говорит, очень вкусно пахнет, быстро впитывается. И вот на его сухую кожу он прям пищал. Так, у него же дезодорант Axe Excite, ну, здесь, в принципе, без каких-то, да, новостей, то есть классический Axe, пахнет вкусно, пользуется регулярно. Вот два я еще ему поставила новых, вот, собственно, так и живем. Скраб соляной, ментол и лаванда, вот такой. Заказывала на Вайлберисе, я вам показывала его уже. Скраб действительно соляной, но, видишь, мой запах, ну, специфический. Это не ментол и не лаванда, то есть это что-то такое вот, ну, не скажу, что он прям сильно приятный, но вот этот соляной скраб меня как раз спас после того придурочного золотого скраба, потому что вот им я отдирала вот это все золото со своего тела. То есть и вот только им, то есть, как бы, соответственно, у меня что-то получилось. То есть он, да, достаточно жесткий, не без какого-то экстремизма, но нормально. Нормально жесткий, хороший, стоит недорого. На Вайлберисе, кто заказывает, обратите внимание, хорошая штука. Ой, вот это вообще тоже трешняк-трешняк. Я даже не знаю, что это за бренд. Эрдель Янг фиксирующий спрей. Покупала я его в Риге, в магазине, типа, ну, нашей подружки, ну, что-то типа того, да. То есть, во-первых, это вот такой спрей, да, то есть, во-первых, как лак, да, то есть я просто не знаю, насколько будет видно. Да, тут что-то тоже осталось, но, во-первых, он воняет, капец. А во-вторых, вот реально им ощущение, будто ты брызгаешь себе нереально вонючим лаком для волос. Просто. И вот такое ощущение, что реально тебе фиксирует вот это все, вот не водичка, да, а именно вот лак для волос. Ощущение ужасное на сухую кожу нет, на чувствительную кожу нет, да и вообще никому нет. На самом деле я очень удивлена, потому что я так понимаю, что это, судя по всему, что-то, ну, немецкого, да, производства. Немцы, не знаю, не ожидала я, мягко говоря, от них такой подлянки. Не советую. То есть даже если где-то там в Европе, да, будете, увидите, не берите, не стоит оно. Оно недорого, конечно, стоило, но нет, просто нет. И покажу еще в этой части вам вот эти бутылки, которые из... Господи, все полетело. Из тренди бокс, да, вот витаминные напитки. Ну, что могу сказать? Не впечатлили они меня от слова вообще. Единственное, что вот, который, господи, с малиной, да, вот этот, с малиной. Я что-то как-то не прочитала, что они, от чего и почему. Вот, ну вот я в разные дни их пила, соответственно. Вот этот мне понравился больше всего просто потому, что он с кофеином. Ну, то есть я с него себя чувствовала хорошо, у меня давление пониженное, и, соответственно, я, мне надо либо чай, да, я зеленый пью, либо просто черный чай, либо я пью колу, кофе я не пью. И вот, видимо, с него просто я себя чувствовала просто хорошо, то есть даже если я не... там, вот я весь день бегала, я не ела ничего с утра, и вот нормально. Персик, лимон, лайм, да и, в принципе, малина тоже в плане вкуса, ну, химозно, ну, очень химозно, ну, как-то вот на вкус оно неприятно. Я больше люблю, то есть я даже дома, если, да, то есть если я знаю, что мне не надо никуда идти, то есть мне не обязательно пить зеленый чай, еще что-то. Я люблю просто минералку с газом пить и с лимоном, то есть я пью только газированную воду, то есть я простой водой не напиваюсь. Вот, и минералка с газом и с лимоном для меня лучше, чем вот этого, да, то есть как бы не советую. То есть я знаю, что где-то есть, я посмотрела, в принципе, про эти напитки, я думала, может, на их сайте есть ценник, нет, ценника нет. Я так поняла, что они в каких-то отдельных продуктовых магазинах есть, я картинку вставлю, да, скрином в список магазинов, да, где оно продается. Охота? Попробуйте, да, но, не знаю, не фонтан. Так, я думаю, для первой части нам, наверное, этого достаточно, да, потому что иначе сейчас опять будет на час. Единственное, я сюда вставлю вам еще кусочек пустых банок из Вьетнама, потому что там не так много было, да, я не стала это в отдельное видео выносить, поэтому будет вот кусочек непосредственно здесь. Так, первое, тогда начнем с волос, значит, здесь буду ругать сейчас шампунь, бессульфатный, чайное дерево, это у нас бренд Спивак. Для жирных, нормальных, не на каждый день, спутывает, действительно очень сильно промывает волосы. Можно только, наверное, в качестве глубоко очищающего шампуня, как бы, я вот взяла его просто тут добить и выкинуть. Плюс большой расход, он какой-то жидкий невероятно, то есть, я не знаю, если будет видно сейчас. То есть, вот, он просто, ну, чуть-чуть гуще, чем вода. То есть, не поняла я этот продукт, то есть, он у меня достаточно давно, то есть, вот я решила, что, думаю, вот я сюда его привезу, добью и выкину. Ну, потому что, как бы, все, мне уже просто надоело. Вот, после него, как бы, надо реально там и маску обязательно все делать и кондиционер, потому что, ну, капец, просто вы иначе не расчешетесь. То есть, ну, может быть, у кого, если совсем прям жирные волосы, наверное, да, и то не на каждый день, конечно, потому что иначе, мне кажется, все высохнет просто наглухо. Не понравился. Так, маска, Фаберлик, чуть-чуть мокрая, из ванны. А, Фаберлик, это у нас масло мамлы. Уже не первая моя банка. Опять же, да, взяла маску полноразмерно, потому что, ну, чтобы не экономить, да, и потому что после вот этого дружка, да, нужно, соответственно, обязательно масочкой пользоваться. Хорошая маска, базовая, хорошо напитывает волосы, мягенькие, гладенькие, все приятно, как бы, да, претензий нет. А вот здесь, вот это капец, девочки. Я, вот, это называется разочарование просто этой недели, потому что это у нас бренд Зайтун. Глубоко восстанавливающий бальзам. Во-первых, упаковка, то есть она настолько тугая, то есть вот я ее сейчас буду сжимать, у меня, вот, я очень большие усилия прикладываю. То есть в ванне, то есть мокрыми руками что-то из этого тюбика достать, это просто трэш какой-то, потому что оно тупо не выдавливается, то есть нереально тугой флакон. И я как-то, ну, выбрала, думаю, как раз вот за тестю, потому что Зайтун ничего не пробовала. В бьюти-боксе мне достался в одном. И я так разочаровалась. То есть мало того, что как бы вот, ну, во-первых, упаковка не очень, мягко говоря. А второе, это то, что он просто тупо ничего не делает. То есть волосы после него спутанные, нет никакой ни мягкости, ничего. То есть вот эта копеечная маска делает больше, чем вот этот бальзам. А Зайтун, он стоит, я сейчас прям точно не скажу цену, но стоит 100% дороже, чем Фаберлик. Это 100%. И плюс здесь в составе какие-то то ли гранулы, то ли не гранулы. То есть все это неприятно, все это на волосах ощущается, это тяжело смыть. Просто полный провал. Не советую. Так, дальше по волосам моего молодого человека. Вот закончился шампунчик. Его один из самых любимых. Это Клер. Вот ледяная свежая с ментолом. Вот он обычно берет себе вот такой один и один глубоко очищающий. Ну вот сюда вот взяли вот этот. Он был как раз полузакончившийся, да, как раз его добить и выкинуть. Вот, охлаждающий. И хорошо после него у него нету никогда, то есть ничего не сыпет, не перхоти. То есть очень приятный шампунь. Так что, в принципе, да, мужчинам могу рекомендовать. Вот такой, то есть тоже бюджетный вариант достаточно, да, но очень приятный, хватает надолго. Так, давайте дальше буду ругать. Так, ну это я вам уже показывала, да, невейка. Я ее не добила. Осталось чуть-чуть, но я как бы выкину, потому что я уже не повезу этот пустой флакон. Ну, масло я вам уже говорила, да, отзыв на четверочку. То есть сгореть не сгорите, но и сильно прям красиво какого-то загара не получится. Так, дальше из защитных, да, средств. Вот для лица, да, Крем Флюид 50, бренд Дефанс. Вот это все приобреталось в улыбке радуги. Средство достаточно бюджетное. Вот я решила попробовать, думаю, заодно. Ну, практически линейка, да, получилась. Крем Флюид неплохой, достаточно быстро впитывается, лицо не жирнит, белых каких-то, да, там сильно следов не оставляет. На лицо, на декольте как раз вот, ну, отлично заходило. То есть ничего как бы не сгорели. Здесь, конечно, было достаточно пасмурно. Вот, но при этом как бы, да, все равно, там, перед морем все равно обязательно, конечно, мазали. Все хорошо, то есть к нему, в принципе, претензий нет. То есть за его цену это вообще отличный вариант. А вот это уже товарищи просто мы не добили, и я просто их выкину, потому что это провал полный. Значит, легкий солнцезащитный спрей для тела, да, SPF 40 и молочко, соответственно, ну, после загара. Какие претензии? Отвратительные упаковки, отвратительные распылители. Они тупо плюются, то есть я почему беру всегда в спреек, да, я не люблю вот это вот выдавливать, да, то есть если для лица там чуть-чуть, да, надо, а на тело вот это все размазывать, я не люблю. Я люблю, чтобы прям пшик-пшик, да, и все готово. Здесь нет, здесь это реально просто такими шматками просто плюется, то есть... Сейчас даже, сейчас чтобы было видно, вот стол коричневый. Сейчас прям... То есть вот он именно вот таким в одно место просто, да, идет струя, то есть никакого облака, да, чтобы там быстренько распределить, нет. То есть по сути, да, получается тот же крем как бы, да, но смысла как бы тогда брать спрей вообще никакого, можно тупо взять крем тогда. Не понравился. Плюс очень липкий, все к нему прилипало, песок, ну, то есть, в общем, нет, не понравился. Вот, и здесь, соответственно, ситуация еще хуже, то есть он тоже тупо, тоже тупо плюется, то есть все. Давайте посмотрим, как это выглядит, то есть... Вот, то есть в одно место очень мало средства, то есть это просто плевки, то есть вот пум-пум, вот, да, ну что это такое? То есть если вы делаете спрей, так делайте тогда, чтобы оно, да, прям вот облачком таким вылетало, и тогда будет все хорошо, потому что ну что вот это такое? Не советую, не понравилось, даже за счетом, что стоит недорого, нет, не рекомендую. Ну, классика жанра, чистая линия, нашла просто в запасах, маленькие упаковки, формат, тоже я не добила, но и не жалко, соответственно, потому что дома я этим не пользуюсь, да, вот, а в отпуске, собственно, попользоваться и выкинуть не жалко, собственно, даже если то, что осталось. Гель для умывания у нас с алоем и лосьон-тоник с розой. Розой сильно не пахнет, то есть я смогла пользоваться, обычно я розовыми всякими одушками, вы знаете, ненавижу пользоваться. Здесь неплохо, то есть базовая умывашка, базовый тоник, ну вот для сухой кожи, конечно, наверное, может быть, будет чуть-чуть стягивать, как бы, тоник хороший, то есть просто дешевая база, как бы, про них что говорить, как бы, да, ничего не скажешь. Просто тоже я выкидываю, назад не повезу уже. Так, это Makeup Forever у нас для снятия водостойкого, да, макияжа. Это отличная штучка, не очень приятная у нее консистенция, скажем так, она такая, да, и не молочко вроде, и не вода, ну, то есть так, но смывает хорошо, глаза не щипят с водостойкой тушью, справляется просто за секунды, претензий ноль и не оставляет вот этой на глазах жирнющей пленки какой-то. Понятно, что, да, я потом умываюсь все равно, да, после нее, но вот я ненавижу, когда вот глаза протираешь после водостойкой туши и просто вот слой масла на них, то есть вот здесь такого нету, штучка отличная. Так, вот у меня молодой человек брал с собой миниатюрку, я ему давала биотерм мужской, просто увлажняющее средство, отличная штука, пахнет приятно, то есть ему пользоваться понравилось. На его сухую кожу раздраженную достаточно зашло, то есть никаких не раздражений, все быстро впитывалось, то есть ему понравилось. Так, фитодепилятор, да, крем для депиляции, не самый мой любимый, тоже вот добью и выкину, да, что называется, тоже достаточно долго его надо держать, но вот минут 10 и только после этого вот он начинает работать, то есть никаких там, что там пишут обычно, 3-5 минут, нет, здесь это не работает, то есть надо держать достаточно долго. Ну, в целом, как бы за его цену норм. Так, вот что понравилось, да, кремушек для рук на Интершарм, я вам показывала, да, вот покупки с Интершарма, в подарок дали, хороший вариант дорожный, добила, увлажняет руки отлично, впитывается моментально, но это, конечно, не зимний вариант, то есть это вот лето, отпуск, да, то есть что-то такое, потому что на зиму не хватит, просто не хватит увлажнения, то есть я вот честно говорю. А так, очень приятная текстура и главное для меня как раз то, что быстро впитывается. Обалденный кремушек, если увижу, буду брать и полноразмерчик, потому что это такой, я так понимаю, что мини-формат какой-то, тревел, вот, отличная штука, рекомендую, девчонки. Так, салфетки для снятия макияжа, это тоже улыбка радуги, не понравились мне эти салфетки, то есть они очень как-то жирно пропитаны, я бы сказала. Очень много влаги оставляют на лице, если что-то, да, там подправляешь макияж или еще что-то, когда красишься, и от них щипят глаза, то есть глаза протирать ими нельзя, то есть если снимать макияж, то, соответственно, тушу уже этим не снимете, то есть она хоть и смывает, но реально глаза дерет просто адски. Больше брать не буду, как бы, и, собственно, все. Так, ну и масочки, соответственно. Начну вот с этой, это у нас за УЗУ, да, фреш капсул маск, то есть нужно было вот сюда нажать, да, все это смешалось и, соответственно, да, пользоваться уже непосредственно как тканевой маской. Очень обалденная маска, девчонки, просто очень такое, именно пропитка, как молочко, напитывает, увлажняет, то есть она реально кожа просто вот, ну не знаю, после салона, не после салона, но реально маска обалденная. И самое главное, что вот буквально там 2 минуты, все, и никакой липкости, все впиталось, кожа все просто это слопала. Маска отличная, мне досталось в боксе Gold Apple Box, который я получила на открытии золотого яблока. Я так понимаю, что в золотом яблоке, скорее всего, они есть, и я думаю, что надо брать, потому что, девчонки, обалденная маска, то есть, чтобы меня тканевая маска удивила, это надо постараться, то есть вот это смогла. Отличная маска, просто все 5 баллов. Так, как раз дальше вьетнамские маски, это мне еще отец привозил, я их как раз здесь и подобивала. Так, у нас, значит, это вот бренд Purita, это у нас получается с маточным молочком, прополис, и вот такая, по-моему, что-то типа жидкой шелка или что-то такое, а, шелковая там. Вот, несколько штучек их. Хорошие маски, то есть, вот эта, да, она вот по пропитке чем-то похожа на вот эту, но вот эта все равно работает лучше. То есть, я не знаю точно, сколько, я не знаю точно, сколько стоит вот эта, наверное, она все-таки, да, не сильно бюджетная. Вот, вот эту мне папа привозил тоже из Вьетнама, сказал, что это недорогая маска была, то есть, если где-то в продаже такую видите, можно брать, то есть, как бы, в принципе, она тоже неплохая. Вот эти маски, соответственно, тоже непосредственно из Вьетнама он привозил. Я здесь, вот, я здесь такие же видела, соответственно, в продаже, они небюджетные. Что я могу сказать, на рубли они выходят где-то порядка 200 рублей вот за штучку. И, соответственно, вот эти, да, прям рекомендовать я не могу. То есть, если, ну, по какой-то акции или еще что-то где-то заказать, наверное, да, но по полной цене нет. То есть, потому что не знаю, сколько стоит вот это, то есть, но если это стоит тоже там типа 200, то вот это стоит, как бы, реально стоит этих денег. То есть, вот это нет. То есть, это больше классическая базовая тканевая масочка, то есть, как бы, к ней претензий нет. Но не за эту цену. Так, это у меня одна осталась, да, вот такая. Это мне папа привозил из Таиланда уже. Вот эти мне понравились больше, чем, да, вот эти вот пуритовские. Соответственно, тоже хорошие лекалы, все хорошо с ними. Кстати, не сказала, вот в этой тоже лекала отличные, то есть, мне очень понравилось. То есть, она прям идеально прилегает. Очень крутая маска, повторяюсь. Соответственно, да, здесь это тоже из бюджетной какой-то серии масочки. Неплохие, тоже хорошие лекалы, хорошая пропитка. Липкости не оставляет, ненавижу липкость. Здесь этого нету, все хорошо. И, соответственно, вот у меня на сегодня еще одна осталась. И, собственно, все, домой. И одну мне дали в подарок в подружке, когда я что-то покупала. Эвелин, ну, это тоже просто тканевая маска. То есть, она каких-то чудес не сделает. Просто чуть-чуть увлажнит, как бы, да, просто норм, да. То есть, как бы, здесь восторгов нет. То есть, здесь у меня восторги, да, вот тайские, да, которые и вот это. Вот это, девочки, в золотом яблоке прям по мониторте. Очень крутая маска, прям советую. Вот такая, значит, у нас часть пустых банок получилась. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.